Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня 31 мая, в преддверии первого по-настоящему летнего месяца, первый же день этого месяца ознаменуется очень хорошей на самом деле датой. Днем защиты детей. И так получилось, что в июне именно 2013 года у нас случилась Синская трагедия, годом позже у нас дело Филипенко было. И отчего же вот летом, и не только на самом деле, наверное, вообще, отчего же защищать детей? Об этом попытаемся сегодня поговорить в нашей темной студии. Мы начинаем. Добрый вечер всем нашим гостям. Надежда Викторовна, все-таки, наверное, я не случайно, потому что криминалитет это самое страшное, что может произойти с любым ребенком. Дети это наименее защищенная часть населения, которая, ну, взрослому преступнику, которого совершенно дают размеры другие, и психология другая, и вообще. Вот в части криминалитета, вообще, давайте статистику, от чего страдают дети? Вот я попросил вас накануне нашей программы, от чего больше страдают дети? От умышленных или каких-либо злонамеренных действий, или от недогляда, грубо говоря, как у нас? Добрый вечер. Ну, действительно, дети страдают у нас, к сожалению, регулярно и постоянно. Но, наверное, единственная и глобальная причина, которая является, наверное, причиной всех происшествий с участием детей, это в какой-то степени недостаток внимания, наверное, со стороны родителей или тех, кто, собственно говоря, должен следить за детьми. Если говорить о статистике, то вот буквально несколько цифр я с собой принесла. В этом году, в первом квартале текущего года, потерпевшими по преступлениям признаны 84 несовершеннолетних. Что касается прошлого года, то эта цифра составляла 43 ребенка. Это имеется в виду возраст от нуля до совершеннолетия, до 17 лет включительно. Большая часть потерпевших, 13 человек в этом году стали потерпевшими по уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья. То есть это и убийство, и 109-е, это подчинение смерти по неосторожности и другие преступления. И основная, вернее, большая часть, 21 несовершеннолетний в первом квартале этого года стал потерпевшим по преступлениям против половой неприкосновенности. Изнасилование, насильственные действия, развратные действия и так далее. Ну, то есть, как вы вот перед эфиром сказали, маньяков у нас нет. По крайней мере, на текущую дату не выявлены никакие действия подобного плана. И можно немножко родителям, конечно, вздохнуть чуть-чуть, на капельку. Потому что, еще раз говорю, это может быть неосторожность водителя на пешеходном переходе. Это может быть, не знаю, вот товарищ говорит, в бочках тонут дети летом чаще, чем на водоемах открытых. Ну, совершенно разные причины могут быть. Еще раз повторю, что дети являются такой, ну, не сказать, что они не в полной мере являются такой личностью и так далее, я не могу. Они на самом деле личности просто маленькие, да, и вселенок у них меньше и все подобное. Ну, и еще раз, я вот по датам, да, ну, насчет криминалитета понятно. Это, еще раз говорю, это самое страшное, что может случиться с любым ребенком. Не секрет, что, ну, про профилактику правонарушения, конечно, было бы тут логичнее, чтобы представители ПДН выступили и так далее. У нас как-то получилось так, что мы по всем своим знакомым позвонили, и были поводы отдельные об этом чуть попозже. Но, все-таки, вот, знаменуются у нас еще по всей стране начались АГЕ и ЭГЕ, да? Ну, разные говорят, от ЭГЕ отменят, там, вернут нормальные экзамены и так далее, и так далее. В начале вот данного явления все говорили о повышенной нервозности детей и так далее. Вообще, вот стресс, которым именно завершение учебного года ознаменуется, ну, как, очень хороший совет дали. Давайте мы еще повторим. Добрый вечер, да, смотрите, вообще экзамен, любой экзамен, это всегда стресс, это нормально, то есть испытывать… Стресс нормально? Да, ну, вообще, есть такое понятие, что стресс всегда воспринимается и ассоциируется с чем-то негативным. На самом деле, есть очень много вариантов положительного стресса, например, рождение ребенка. Для матери это положительный стресс, или там свадьба, то есть то же самое положительный стресс. То же самое экзамен – это определенный шаг, который нужно пройти, чтобы двинуться, собственно, дальше. Но почему мне кажется, да, что сейчас вот такая проблематика присутствует, родители требуют от детей, ты должен хорошо пройти, если ты не пройдешь экзамен, ты не сможешь там поступить, да, не сможешь сдать какие-то вот, ну, так сказать, вступительные экзамены, тем более сейчас они переходом, получается, он не сдает дополнительные экзамены в УЗИ. Вот, поэтому у ребенка, получается, как бы родители формируют такую, ну, двойную ответственность, что ли. Нагнетают, грубо говоря, проще говоря. Да, проще сказать нагнетают. И ребенок, понимая вот эту вот всю вот эту ответственность, да, естественно, он начинает бояться, начинает переживать еще больше, чем вот в любой другой бы ситуации. И вот это как раз происходит именно в последнее время, собственно говоря, когда появилось ОГЭГ. И основное, что здесь можно сказать, во-первых, родителям, да, то есть ни в коем случае не требовать от детей, вот не пройдешь, там, не поступишь и так далее, то есть не стать какой-то ультиматум, что ли, да, то есть говорить о том, что ничего страшного в этом нету, это нормально, да, то есть волнение вообще перед любыми, ну, так сказать, ответственными делами, поступками, это здорово, потому что когда человек не волнуется, это еще хуже, потому что, ну, в любой форс-мажорной ситуации он может просто, вот, как сказать, дать, ну, такую нетипичную для себя или для любого другого человека ситуацию, реакцию, вернее. Вот. Поэтому главное, что еще, наверное, бы сказала родителям, ни в коем случае не пить успокоительное. Сместе с детям или родителям? Родителям давать детям успокоительное, либо детям самим. А то давали, давали. Вот, почему? Потому что, во-первых, что, как действуют седативные любые успокоительные средства, да, они понижают, получается, так сказать, мозговую деятельность, и, соответственно, когда он приходит на экзамен, берет билет, либо ему дается там какой-то экзаменационный лист, здесь начинает действовать успокоительное, и человек превращается, ну, так сказать… Подобие овощей. Да, подобие овощей. И, соответственно, он даже не может выразить никаких вообще эмоций. Вот просто у меня был опыт, я 8 лет преподавала в УЗИ, и очень часто ко мне на экзамены приходили студенты, которые как раз, вот, боясь сдачи какого-то экзамена, да, перед этим пили, так сказать, успокоительные средства, при этом они учились очень хорошо, на 5, на 4, но в процессе экзамена этот человек просто смотрел на меня и молчал. То есть я знаю, что он может, я знаю, что он знает ответ, но он не может ничего сказать. Когда потом я начинала спрашивать, говорю, что случилось, он говорит, я выпил там успокоительно. Я говорю, ну, вот вам и результат, да. Поэтому вот обязательно, то есть ни в коем случае, даже вот, как говорят, ну, вроде бы валерьянка, да, она вот никаким, так сказать, никакого вреда нести не может, вопрос не вреде в здоровье, а вопрос вреда того, что мысленный процесс приостановится, и ребенок не сможет сделать или ответить то, что вот он сделал бы до этого. Да и сам факт того, что ребенок выпивает что-то, принимает что-то, да, ему дают родители для успокоения, да. Сам факт, он, наверное, как-то размазывает вот вообще ситуацию как таковую. То есть я что-то выпил против чего-то, чего не должно быть, да. Хорошо, это я вот обобщаю такой вот, весь летний букет собираю, да. И у нас, Надежда Викторовна, опять к вам возвращаюсь, у нас вчера буквально новостная вся лента взорвалась о том, что трое совсем маленьких детей, трое малышей в мирном пострадали, да. Давайте вот немножко комментарий, пользуюсь случаем. Действительно поступила. Я знаю, что Владимир имеет отношение к этому. Ну да, они у нас лежат в вечер. И в данное время их состояние уже стабилизировалось. Тяжелое, но стабильно тяжелое. Уже кризис прошел. Ну, опасаться как бы уже... Опасаться за их жизнь нет. Что же все-таки там произошло? Ну, на текущий момент я что могу сказать? Нам поступило сообщение о том, что трое детей, две девочки двух лет и трехлетний мальчик попали в Мердинскую центральную районную больницу в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии на тот момент, когда следователи выехали отрабатывать. Поступили они из квартиры, в которую их привели, собственно говоря, их родители, для того, чтобы оставить на время свои работы. То есть, если так говорить, проще простым языком, группа временного пребывания детей, скажем так. Эту работу проводила с детьми 20-летняя жительница города Мирной. В настоящий момент следователи с ней работают. И, конечно, самое страшное, что действительно в результате недогляда, недоприсмотра, или сейчас выясняем еще чего, вот в таком тяжелом состоянии дети были доставлены. Мы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поэтому следствие сейчас продолжается. Самое важное, что действительно жизни детей сейчас ничего не угрожает. Этого мы очень все ждали этой новости и надеялись все-таки, что с ними будет все хорошо. Но, по крайней мере, все-таки расследование идет, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем информацию немного освежить о ходе следствия. Наглотались таблеток, получается, да? Медикаментозное отравление поставили медработники при их госпитализации. То есть таблетки находились в свободном доступе, а не их. Давайте я, Владимир Николаевич, вот его шкатулочку. Просто, наверное, да, было любопытно. Давайте посмотрим, что у вас. Я скажу, что Владимир Федотов – это один из лучших эндоскопистов нашей республики. Эндоскопистов. То есть он периодически, скажем так. Давайте подержу. А, да. Добрый вечер. Я являюсь врачом-эндоскопистом, педиатром. И, ну, наша работа – защищать детей младшего возраста уже. Когда дети чаще всего глотают, конечно, монеты, которые у нас находятся. Маленькие дети в основном у нас. И вот это все монеты, которые мы вытащили из желудков, из бронхов. И самое опасное, когда вот дети глотают монеты, если они попадают в дыхательные пути. И здесь уже можно не довезти. Скорая может не успеть привезти к нам. Мы, детская эндоскопия, только у нас, в нашем медцентре, больница номер один. Больше нет детской эндоскопии. И мы летаем по санавиации, по всем районам, когда вот инородные тела, когда невозможно их эвакуировать, мы едем туда и вытаскиваем. И вот два случая у меня самых, самые опасные. Вот такие магнитики китайское происхождение, ну, конструктор, вы знаете, да? Это состав детской игрушки, да? Да, состав детской игрушки. На вид, она самая не… Безобидная. Безобидная, да. Дети глотают, блестят, да? И они друг к другу, если прикрепятся, и через стенки кишечника, там уже перфорация, уже операция, уже… Мы, конечно, вытаскиваем, но они же уходят. Тонкий кишечник, мы не доходим, эндоскописты. И там уже, как перфорация, уже операция бывает. Что еще есть? И второй случай, вот тоже интересный, ребенок, тоже 15 лет, она долго наблюдалась, кашляла, поставила пневмонию, бронхит ставили. Но на снимках почему-то железный вот не видели, с района ребенок. И когда мы бронхит скопии делали уже в нашем медцентре, и вытащили вот это как бы из шампанского. Это проволока из-под шампанского. Потом мы, когда долго выясняли, анамнез, она только вспомнила, ну, год или два назад, она… Ну, баловались и проглотила ее на… Забыла. Бронхи попала. Забыла. Да. И вот долго лечились, значит, поэтому, если долго ребенок кашляет, уже к нам можно отправить. Это минералы или что? Это трехобизар называется, когда вот дети же маленькие бывают, психологически, они грызут волосы, кушают волосы, а волосы не перевариваются в желудке, они копятся. И они превращаются вот такими? Да, желчи и превращаются, и тоже оперировать приходится или вытаскивать. Ну, всякие брошки, опять же, монеты, детали шариковой ручки. То есть, опять же, возвращаясь к теме АГИ и ЭГЕ, да, и вообще образовательные процессы, рыбные кости какие-то, ну, зажимы для волос и так далее. Ну, вообще, предметы, которые в любом доме они находятся, да? Монеты, я извиняюсь, вот… Они же лежат у нас везде, где монеты. Самое страшное, наверное, еще алкидные какие-нибудь батареи, да? Батареи, да, вот я… Блестят они? Они блестят, они такого компактного размера. Да, сразу там окисляются, и язва, и эрозия, и кровотечение уже опасно, да. То есть, весь вот этот… Мы не должны там сильно себе успокаивать себя по факту того, что, слава богу, у нас маньяков нет. Еще раз говорю, опасность, она на каждом шагу. Везде, да. Да споткнуться можно, а блестенку, я не знаю. Как быть в таком случае-то? Вообще, отношение врачей вот к детскому травматизму, детскому, я не знаю, недосмотру, может, родителей. Я не говорю конкретно, да, Рим? Да, отношение… Какое? Ну, отношение… Вот бывает у нас, я эндоскопист, да, к нам 3-4 раза один и тот же ребенок каждый месяц поступает. Это уже как бы на учет ставить их или как родители. Я обвиню родителей только. Ну, они не… Дети, конечно, все хватают же, поэтому досмотры детей надо смотреть за детьми, хорошо. А за это вообще можно привлечь к ответственности того, что… Один раз еще… Нет же, наверное, это же быт. Нет, один раз еще можно, а вот 3 раза каждый месяц ребенок глотает монеты или батарейки. Есть такие. Вот Владимир Николаевич говорит же, что регулярно поступает ребенок. Поэтому надо вот статья или как-то вот… Представители родительской ответственности, вы родительский совет города Якутска представляете, да? Угу. Да. Вообще вот давайте вот теперь отношение родителей. Вот мы поговорили тоже перед началом эфира, отношение родителей вообще к этой дателе, ну, от чего защищать детей, как вы собираетесь защищать детей? Так, ну, если говорить, что защищать детей-то, как бы, скажем… Ну, от нас самих же, наверное, скорее всего защищать нужно, потому что… Давай не от всех родителей, да? Не обобщая, а от той, скажу прямо, дурной части, скажем так, родителей, которые… Ну, если говорить, скажем, что можно было бы сделать в данный момент, скажем, вот если летний период, да, наступает, то у нас, скажем, организовывать детям массовый, как бы, скажем, уход, ну, вернее, присмотр, скажем, пионер-лагеря раньше были у нас в городе, да? Раньше было пионер-лагерей, не знаю, 20-30 штук, ну, очень много лагерей было. Сейчас их осталось порядка где-то 6-7. И, то есть, принимают, ну, очень мало, получается, детей, да, то есть, основная масса детей, получается, она безнадзорна, скажем. Ну, хорошо, если у родителей есть дача, там, если, там, бабушки отправляют в деревню, там, дедушки, да, то очень много детей, конечно, остается в городе безнадзорной, и тогда уже, получается, они сами себе предоставлены, и это, уже, конечно, большой минус, уже дело в случае, как ребенок себя поведет, какой, там, попадется ему человек, там, или компания, какая попадется, уже, значит, уже очень много таких моментов, когда, вот, ребенок может попасть в беду, да? И чтобы, скажем, исключить этого, то нужно стараться, ну, городу, получается, нам всем, получается, детей как-то, вот, занимать. Ну, есть, конечно, городские программы, которые, вот, занимают детей во дворах, да? Ну, это тоже часть дня, скажем, да, ну, большую часть дня все равно ребенок безнадзора. Ну, если говорить о самих родителях, то, конечно, у нас родители сейчас очень заняты, все работают, как бы, скажем, все стараются заработать на жилье, там, кредит, опять-таки, у всех, да, все хотят, как бы, быть не хуже, как, ну, накормить, обуть ребенка, но за этим забывают, получается, об воспитании, то есть, ребенок весь день сам себе предоставлен, вечером родитель приходит, я устал, отстанет меня, типа, такого, и все дети, получается, или у телевизора, или с компьютером, там, с телефоном, то есть, ну, то есть, дети предоставлены сами себе, и тому, скажем, контенту, который поступает из телевизора и из интернета, да, скажем. Как психолог, вот, вообще, гаджета, фобия родителей некоторых, да, она сильно ли оправдана, либо это все-таки не... Ну, вообще, этот вопрос очень актуальный в последнее время, потому что, как раз, вот, буквально недавно, то есть, я уже рассказывала и родителям, и школьникам, как раз, вот, тема интернет-зависимости, компьютерной зависимости, и само понятие зависимость, да, то есть, без разницы, в каком контексте, относится к тому, что, если я признаю то, что у меня есть зависимость, то, скорее всего, выбираю просто способ ничего с этим не делать. Ну, то есть, я зависим, ну, что я могу с этим поделать? Да ничего не буду делать, буду сидеть дальше, как будто, чем-то заниматься. Поэтому первое, что я передаю, собственно, детям, также говорю их родителям, первое, что нужно сделать, это вот, ну, не воспринимать себя как зависимым. То есть, соответственно, чтобы не воспринимать себя зависимым от компьютера, то нужно находить в этом какие-то плюсы и преимущества. Ну, то есть, он не просто заходит, да, то есть, убить время, так сказать, да, как сейчас модно, то есть, появилась у меня свободная минутка, да, думаю, дай-ка, ну, вот я в телефон, да, и так далее. А именно, чтобы поставила себе какие-то вопросы, задач, например, зачем я иду, зачем сейчас захожу вот в интернет, да, что я хочу получить, насколько в данный момент мне это важно или не важно, вот, собственно говоря. И когда люди начинают задавать себе вопрос, часто все подростки, то они начинают уже более осознанно относиться к интернету, потому что хоть и есть такое понимание у родителей, что все дети зависимы, нет. Я, на самом деле, очень часто встречала детей, с которыми общалась, это школьники, при том абсолютно разных классов, начиная с пятого, там, по девятый, по десятый класс. И очень многие дети четко понимают, что… Давайте мы прервемся на короткую рекламную паузу и вообще о зависимости их различного рода. Это может быть не только интернет, как вы правильно заметили, да, это тот же алкоголь, талакокурение и так далее, совершенно уже негативная зависимость. Мы сразу после рекламной паузы, реклама прямо сейчас на НКСХ. День защиты детей. Злые языки говорят от нерадивых родителей, на самом деле, больше всего нужно защищать. И часть утверждений, которые наши гости сегодня делают в ходе нашей программы, этому имеет подтверждение. Но я поддержал вот Нюргуна Данилова, который представляет родительский совет города Якутска, и психолога от того же родительского совета Ольгу мы продолжим, давайте предложим Ольге продолжить по зависимостям. То есть интернет-зависимость – это новый вид зависимости, который… Это же не курить табак, не пить алкоголь, это что-то другое. Да, на первый взгляд может показаться, что это новый. Безобидно. На самом деле он просто стал более актуальный сейчас, а он не новый. То есть это зависимость, которая давно была, собственно, как только интернет вообще появился, то есть компьютер появился и так далее. Просто именно актуальность этого вида зависимости сейчас очень проявляется в современное время. И самое интересное, что в продолжение предыдущей темы, о чем мы разговаривали до перерыва, когда я разговариваю с подростками, спрашиваю, как вы думаете, почему вы очень много времени тратите в интернете, в компьютерных играх и так далее, на что они говорят, а что нам еще делать, когда мы приходим домой, и родители сидят в тех же гаджетах. То есть что делает, собственно говоря, ребенок? Он повторяет за взрослым. Хрюша повторюш. Да, есть еще такая хорошая индийская, по-моему, пословица, не воспитывайте детей, а воспитывайте себя, потому что они все равно будут похожи на вас. И вот действительно в данном ситуации, в вопросе интернет-зависимости, компьютерной зависимости, это очень актуально. Почему? Потому что почему человек, ребенок, в частности подросток, выбирает именно интернет, то есть виртуальное общение. Потому что ему в жизни не хватает реального общения. Кто непосредственно может это реальное общение дать? Взрослый. И, собственно, как вы уже говорили до перерыва, что сейчас вот эта вот занятость, да, то есть мы постоянно на работе, мы заняты и так далее. Мы действительно забываем просто поговорить с нашим ребенком о том, что ему интересно, да, что вообще, чем он живет, какие у него там, я не знаю, вообще, собственно, что? Заботы. Заботы, да, и так далее. Только это не в том, вот как обычно, да, это бывает, что у тебя было в школе или какие оценки ты получил в такой приказном, да, а просто поговорить, да, как, что, какие интересы. И вот говоря о компьютерной зависимости, хочется еще добавить такой момент, что очень многие взрослые, считая, что ребенок зависим от компьютера, от компьютерной игры, от интернета, только по одной простой причине, потому что они не знают, чем конкретно занимается их ребенок. Вовлекитесь, узнайте, пусть он вам, не знаю, научит какой-то игре. Как только вы узнаете, о чем эта игра, что нужно делать, боязнь уйдет сама по себе. Но так получается, что родителю неинтересно, он считает, что это, ну, ерунда, да, и то есть он смотрит только на то, что интересно непосредственно ему, не учитывая интересов детей, и не вовлекается. То, что он проецирует свои отношения, все это ерунда, да. Я бы хотел добавить, да, конечно, Олега, да, вот мы говорим о интернет-зависимости, ну, понятно, век глобализации, да, у нас сейчас без интернета тоже никуда, вот даже вот Надежда Викторовна говорила, надо в интернете посмотреть, что там было, вспомнить, освежить память, скажем так, да. Мы, прямо скажем, зависимы, мое мнение, да, без него сейчас никуда. Да, все, абсолютно все, у всех все есть гаджеты, все смотрят свои компьютеры, телефоны, постоянно какие-то сведения там находят, допустим, даже тем же детям им нужно найти какую-то информацию, которая им может быть лень, может быть библиотека закрыта, но это нужно им, допустим, они могут найти ту же Википедию там или какие-то другие источники, да. Есть еще другой опасный момент, вот новое видение, кибербуллинг, слышали такое, да, вот, это травля в интернете детей. Все мы знаем, что у детей современный телефон, у каждого из детей, они покупают, родители покупают в большей части, наверное, для того, чтобы была связь и не терять вот ребенка, спросите, где ты сейчас находишься, с кем находишься, ну и так далее, да. У детей же есть видеокамеры, они хорошего разрешения, скажем так, они снимают и что-то, может быть, им показалось смешное, упал их друг, они сняли, выложили, посмеялись, век ютуба тот же, да, опять-таки, выкладывают и начинаются тролли. Это вот на Западе сейчас очень распространено, вы, наверное, тоже в курсе, да? Очень много детей из-за этого кончают жизнь самоубийством, когда идет травля, будь там толстый ребенок, еще какой-то ребенок, тут тоже, как бы, я считаю, что есть определенный недосмотр родителей, то есть даже не определенный, а конкретный недосмотр родителей, когда они с ним не разговаривают, не знают, какие у него есть заботы, что его на данный момент волнует. Ну, допустим, всем известно, ребенок пришел, и у него же, видно же его настроение, он пришел веселый, он пришел с прогулки, получил двойку, скажем, в школе, где-то упал, поцарапал коленку, ну, то есть родители, это тесная связь родителей, ребенка, они замечают в основном в своем, но по большей части не интересуются. И вот на Западе очень распространено, в принципе, как и у нас сейчас, я вот сегодня на новостной ленте читал, что в каком-то субъекте, сейчас не вспомню, 11-классница, она шла на золотую медаль, сдала какой-то экзамен на 4 и повязывала себе вены. Тоже это, как бы, такой психологический момент. Ну, и родителям, в первую очередь родителей, это их забота, это их чадо, они должны смотреть, общаться, не забывать. Конечно, и у родителей есть заботы, мы все понимаем, что пришел с работы, может, на дом работу опять-таки взял, да, что-то опять-таки, домашний хлопот и так далее, там, мама, папа уставший и так далее, какой-то промежуток времени нужно в любом случае в общении с ребенком. Можно даже добавить здесь немного, да, вот к вопросу, то, что вы говорите, телефоны, да, то есть вот, ну, то есть то, что модные веяния пошли, это пошли от подростков. На самом деле это пошло не от подростков, а пошло от их родителей, потому что родитель сам что делает? Покупает своему ребенку более лучшее, потому что родители себя сравнивают с другими родителями. И то есть они сами, не понимая этого, и своего ребенка делают кого? То есть человека, который начинает сравнивать. И вот самое, вот здесь вот как раз речь, мы говорим сейчас об ответственности родителей, то даже вот сейчас, по-моему, была активно муссировалась такая тема, это вот выпускные, то, что вот очень шикарно мы празднуем, а выпускные так далее. У кого помпезни, да? Четвертый класс, девятый класс, одиннадцатый класс и так далее. Да, да, да. Детский сад. Кто начал эти дорогие подарки? Родители. Родители, то есть родители сами, да, то есть получается, собственноручно сделали так, что приучили учителей к дорогим подаркам, приучили детей, да, к тому, чтобы они выбирали наилучшие подарки. И вот как раз вот к вопросу компьютерной интернет-зависимости, да, мы зависимы все, но вот я в таком негативном ключе, если смотреть, то основная зависимость заключается в том, что мы идем, потому что нам скучно, в первое, в второе, потому что нам модно, это модно. Но самое интересное, что еще здесь тоже наблюдается, что вот родители сами не очень лестно отзываются о других детях, о их родителях, и ребенок это губка, которая очень быстро все впитывает. И вот даже есть такое понятие, что говорят, до какого возраста вот ребенок начинает все понимать. Как только рождается он на свет, он уже все понимает. Вопрос в том, что насколько он потом начинает это проговаривать, да. Поэтому хочется здесь родителям, так сказать, порекомендовать. У психологов есть главная особенность, мы никогда не советуем, мы именно рекомендуем. Обращать на это внимание, то есть, да, на то, что что делаешь взрослому, имею в виду. Что делает взрослый, то же самое будет делать его ребенок. Если вы плохо отзываете о других людях, ваш ребенок будет делать то же самое. Ивана, давайте мы, пользуясь моментом, то, что он слово уже брал. Все-таки вот ситуация, про которую рассказал Владимир Николаевич, когда ребенок три раза в течение трех месяцев доставляется с ненародными телами. Вообще вот за это есть какая-либо ответственность или нет? Юридическая? Ну, тут тесное взаимодействие, в принципе, органов, правоохранительных органов и медицинских учреждений. Допустим, практика как показывает? Если ребенок попал с какой-то нетипичной травмой, скажем, да, это не ссадина на колени, что-то серьезное, то медучреждения обязаны сообщать правоохранительные органы. И там уже идет реакция. Как он правильно называется? Там анамнез, да, получается. Они ставят какой-то диагноз, как это получили, и уже органы сами там дальше разбираются. И после этого уже идет разбирательство, как он получил, при каких условиях это было. Конечно же, я склоняюсь к мнению, что... Вот за бардак в доме, спрошу прямо, за бардак в доме, когда у меня гвозди, батарейки, монеты и так далее валяются. Если я хозяин, я ответственность какую-то несу? Не, ну, несомненно, если у вас ребенок, скажем, годового возраста, да, он ползает, глотает скрепки, то никаких сомнений нет, что вы должны какую-то ответственность нести, вплоть до лишения родительских прав. Это, в принципе, практикуется, да, и другие, там, до возбуждения уголовного дела, если какие-то тяжелые травмы у ребенка были, да, правильно же, получается, до возбуждения уголовного дела, в принципе. Вот, ну, каждому отдельному делу надо подходить скрупулезно. Не так, допустим, да, он проглотил все, родители лишаем, и как бы на этом дело закрываем. Конечно, индивидуально, да? Да, все должно быть сугубо индивидуально, ну, бывает такое, что до пришел домой, снял штаны, вываливались монеты, не заметил на ковер, они там, где пенчали, ребенок пришел, проглотил или еще что-то сделался. Да, ребенок найдет любой дырки, да, скажем, вот, закатившуюся монетку, гвоздик и так далее. Уход, уход и внимание нужно, потому что, да, он может просто пойти, споткнуться, головой сильно удариться, получить сотрясение мозга, в принципе, тоже не исключено. Ну, это дома можно об стул споткнуться, об стол, я думаю, это у всех всегда было, там, у родителей, они, конечно, переживают, ну, это, кроме не сказать, как нерадивых родителей, которые, там, без разницы, пьянствуют, скажем, курят дома, приводят какие-то компании, это все на глазах у детей. Вот в их случаях должна быть ответственность, и должна быть, и с них должны строго спрашивать. Абсолютно с вами согласен. Вот, перефразирую Ольгу, да, гаджетомания, если это какая-то сублимация, какое-то общение, там, и так далее, вот у нас сублимируются разные вещи, то есть сигареты вроде бы как малолетним запрещено, да, но они могут получить доступ к различного рода электронным устройствам, да, которые сейчас очень-то уже модны, вот эти вейпы-то... Пока на государственном уровне не запрещены они вейпы, да? Поэтому продаются детям. Ну, это же тоже какая-то подмена, подмена понятия какая-то может происходить. Ну, и очень хорошо, что мы пока не рассматриваем скрупулезно, скажем так, вот сколько подростков в состоянии алкогольного, хотя и такая статистика, наверное, есть у соответствующих правоохранительных, у ПДНа есть, скорее всего, да? Есть, скорее всего. Ну, мы пока не говорим, мы говорим о вполне бытовых таких вещах, о том, что мы едем на дачу, мы там оставляем детей одних, возможно, там их может... В прошлом году вот собака была, да? Да, собаки были каждые. И в этом году мы ее, помните, обсуждали в начале года тему как раз. Дело в том, что если человек стал родителем, он уже не имеет права расслабляться. Ушел человек на работу, оставил маленького ребенка дома, 5 лет. Он открыл окно, выпал. Это может произойти в любой момент. Поэтому родители должны... Конечно, и с любым человеком, будь он то социально благополучен или неблагополучен. То есть единственная разница, наверное, что у тех, кто более ведет асоциальный образ жизни, это происходит, может произойти гораздо чаще, чем, скажем так, у внешнеблагополучной семьи, потому что все-таки родители осознают степень ответственности, они хотят вырастить добропорядочного, законопослушного гражданина. А это... Промоделировать ситуацию, когда родители, скажем, уткнулись опять же в свои планшеты, гаджеты и так далее, и ребенок опять же выпал, моделирует ту же ситуацию в социально неблагополучной семье, где вот этих гаджетов-то и нету, они бухают просто. Просто подменяется. Да, подменяется. Здесь гаджет, там алкоголь. Совершенно, у нас кругом одна подмена какая-то получается. И давайте еще раз, вот все-таки лето, дача и так далее. Опять же мы переходим, как у нас ключевой персонаж получается, да, спикер. Помните, в Усть-Алданском или где-то дети, они играли то ли в прятки, забрались... Как раз таки в прятки играли. Старый ларь закрыли, не смогли открыть. Вот давайте мы, представители службы спасения, какие вообще могут быть западни, ловушки и так далее, и так далее, которые в вашей практике, может быть, встречались, от чего, при наличии которых хозяину дома, отцу семейству следует озаботиться больше. Микрофон поближе. Просто поближе. Сейчас вот наступил летний период и на дачах, и в частных дворах. Ну я вообще-то по природе, я предполагала, что мы обсуждать будем именно выезд детей на природу, и подготовилась в этом плане. Нет, конечно, и в этом плане тоже, да, вот мы еще раз с вашим коллегой тоже поводами мы вернемся. Ну еще раз говорю, лари, холодильники, что еще дети могут найти? Просто как родительницы, как... Все, что угодно, в любом случае, то есть раз летний период наступил, это как и в любом доме, нужно навести себя. В яму упасть, у нас опять же прецедент. Смотрите, что раз в доме ребенок, это должно быть предусмотрено все, и хлам весь убран, и прочее. Можно сходить даже из того, что мы все убрать не сможем. Полностью ребенка оградить на дачном участке, в походе, в ту походе, мы не можем никогда, потому что всегда будет существовать та самая возможность, ребенок залезть именно туда, куда ему не стоило залазить. Но что в силах любого родителя или любого человека, который ответственен за ребенком, это убрать хотя бы тот самый минимум, который остро может причинить вред. Если брать дачу, опять же, ямы, там, закрыть бочки, водоемы какие-то, да, прочее, убрать гвозди, там, палки с гвоздями сложить. Чтобы мы знаем, куда полезет ребенок. И если брать в ту же историю дачу, насколько я знаю, на любой даче есть маленький уголок для ребенка. Это песочница, игрушки, там, может быть, бассейн маленький, надувной, то бишь, есть свой уголок. И у кого нет, моя рекомендация только построить такой. Построить. Тем более, все сейчас доступно, все относительно, скажем так, такой большой нагрузки. Надувной бассейн, который относительно безопасный, да? Не знаю, там, качелики своими руками абсолютно. Своими руками вместе с ребенком, опять же, построили. Это и занятие ребенку какая-то уже совместное. Вот это вот совместное деятельность, я еще раз говорю, по части ответственного родительства, это очень такое благородное занятие. И насчет пребывания на природе. Да, все-таки лето у нас, это вот вы вдвоем, получается. У нас, давайте вот начнем с выездов на природу. В составе летних лагерей, в составе школьных каких-то групп. Вот там. Да, как правило, значит, детей отправляют либо в деревню к бабушке, либо в... Вот так вот, держите микрофон, у меня ухо прямо разрывается вот так вот. Хорошо. Значит, как правило, отправляют либо в деревню к бабушке, либо, значит, в детский загородный оздоровительный лагерь, либо же с родителями на даче. Ну, здесь необходимо, что соблюдать как бы основные правила, да, это... Переведите такое. Осторожное обращение с огнем, да? Да. Что перевести? У нас прямой эфир, да. Ну, давайте мы... Взять даже элементарный случай, вот, можно спрогнозировать простую ситуацию. Семья, довольно благополучие, мать, отец, двое детей выезжают на природу на реку. Что происходит у нас это... На рыбалку. На рыбалку, просто пожарить шашлыки, поиграться возле воды, неважно. Происходит ситуация довольно элементарная. Как? Приезжает, останавливается машина, выходят родители. Чем заняты родители в первые же минуты? Это достают вещи, расстилают стол, мангал, зажигают дрова. Что делают дети? Любой ребенок, любой возрастной категории, какой бы он ни был, в первую очередь, он смотрит, родители заняты, что ему делать? Атрезы? Есть рядом водоем, мы идем к воде. У воды что мы делаем? Либо мы играем песком, либо мы кидаем камушки. Если это очень активный купательный сезон, мы сразу лезем в воду. Опять же, это все неправильно. То бишь, родители, когда он приезжает у нас на водоем, первым делом он должен собрать вокруг себя своих чада и объяснить им, куда нельзя, куда можно. Они ему говорят, мы хотим купаться. Что должен сделать родитель? Он должен спуститься к водоему, а шарить, ну, хотя бы ногами пощупать нету там камней, либо, может быть, каких-то препятствий, палок. Прошарить, что это водоем безопасно для детей. После этого все, купайтесь. И опять контроль. Постоянный контроль. Потому что дети у нас это, ну, в любой, в основной категории, это молниеносное оружие, бедствие, можно сказать. Мы его видим, отвернулись на минуту, поворачиваемся, все, ребенка уже нет. Все, паника, слезы, бросаемся в воду, пытаемся найти. И такие случаи бывали, что когда уже с родителями разговариваешь, уже посредством, после какой-то определенной трагедии, он говорит, ну, я буквально на минуту отвернулся. Я поворачивался, ребенка уже не было. То же самое касается костра. Маленькие дети вообще где-то метра на четыре, не нужно смотреть внимательно, чтобы они не подходили к костру. Потому что малейшие. Я немножко отвернулся, и все, тут они же прыгают, бегают. Просто интересно, вот оно пламя, что-то такое интересное, яркое. Начинают палочки поджигать, там что-то на палочки нанизывают, там тот же хлеб, например, или там что-то. Только отвернулся, и все. Исходя из этого, если брать конкретно нашу практику, мы стараемся обобщить как можно больше. Мы ведем очень сильную профилактику, очень сильную пропаганду. Начиная от самых детских садов, кончая высшими учебными заведениями. То бишь на каждом этапе, школа, университет, вуз, мы читаем лекции, мы доводим до детей, до преподавательского совета. То бишь мы их собираем, мы им доводим. Пытаемся объяснить элементарные правила поведения у воды. Даже взрослый человек, когда я читаю лекцию в школе, я помню, у преподавателя сидел, и класс, я им читаю лекцию, дети поблагодарили, ушли ко мне, приходит преподаватель, говорит, я была изумлена, потому что я сколько лет живу, это впервые слышу. Элементарные методы поведения у воды, на воде, в летний сезон купательный, что надо, как себя вести. Можно дополнить, да. Тут, смотрите, мы обсуждаем, говорим, что родители должны, родители должны, родители должны. Мы не обсуждаем вопрос самостоятельности детей. Да. Мы же их не учим, правильно? Мы говорим сейчас, вот он отвернулся на секунду, его нет, отошел куда-то, опять его нет, да, не позвонил, что-то еще сделал. Мы, если смотреть на проблему комплексно, мы не только должны опекать, это чрезмерная опека, но и учить самостоятельности. То есть, опять-таки, если ребенок пошел к воде, он должен подойти и сказать родителям, я пойду покупаюсь полчасика, или вы со мной, или вы не беспокойтесь, я знаю, докуда заходить. То есть, ему на раннем этапе нужно объяснить, что делать. Абсолютно верно. Поэтому в процессе, сейчас даже, когда доводишь информацию до ребенка, ты уже делаешь больше акцент на его самостоятельности, что он должен родителям рассказать. Еще есть такая возможность, что я по школам хожу, все время задаю самый первый вопрос, кто умеет плавать? Вот элементарный вопрос. И, как правило, одна треть поднимает руку, что он не умеет плавать. Что я им говорю? Вы придите домой, попросите родителей, чтобы вас записали в бассейн, чтобы человек, ребенок научился плавать. Я лично, ну, мое, может быть, мнение, что любой человек должен плавать. Почему? У нас 80% населенных пунктов находятся где? У воды. У воды. И мы про летний отдых детей продолжим в третьем завершающем блоке программы «Один из нас», которую вы смотрите в эфире национального телевидения. Увидимся после рекламы. И, как всегда, рекламная пауза – это период самого такого живого обсуждения наших с вами аспектов. Еще раз говорю, лето. Лето во дворе, дорогие друзья, дорогие родители. Детям ведь не запретишь выходить во двор, не запретишь подходить к воде. Вообще запреты – это неконструктивно. Я бы сказал так. И психолог Ольга меня поддержит, наверное. Да. Вообще, если запрещать, то что нужно делать? Если запрещаете что-то, то есть если родители запрещают что-то ребенку, то он должен объяснить, почему именно это плохо. То есть не просто так сказать. Это нельзя. Потому что когда ребенку говоришь нельзя, притом без разницы, какой возраст ребенок, то есть начиная от маленьких, заканчивая даже взрослым. Потому что взрослые тоже, по сути, иногда ведут себя как дети. Так вот, когда вы что-то запрещаете, у него вырабатывается такой, ну, можно сказать, в голове момент. Все, что запретное, оно уже сладкое. То есть есть такое понимание. Они же сами это делают. Конечно. И у него, наоборот, получается, ему говорят нельзя. У него возникает интересное. Ага, значит, это что-то интересное, любопытное. Надо, значит, попробовать. Это то же самое, когда маленький ребенок, ему подходят и говорят, не трогай дверцы. И что он делает потом? Он лезет к этим дверцам, пытается открывать. Что же там трогать дверцы? Неизведанная зона. Да, еще классный был такой репортаж Яралаша, по-моему, был такой мультик, когда мама, отпуская ребенка из дома, говорит, не дружи с Петей, он тебя плохому научит. Все, там, вышел из дома, Петя, пошли гулять. Говорит, зачем? Пошли. То есть он приходит домой, да, весь там побитый. Говорит, я же тебе сказала, с Петей нельзя дружить. Вот это то же самое. Если вы запрещаете что-то, то, значит, соответственно, нужно объяснить, почему вы это запрещаете. Тогда, когда вы объясните, например, запрещаю лезть там на окно, допустим, смотреть из окна, например, на горы, допустим. И я не говорю просто нельзя. То есть смотри, ты сейчас залезешь на это окно, да. То есть да, я, возможно, уверена в том, что ты там взрослый, ты будешь стоять, держаться. Но ты можешь подскользнуться, там может оказаться вода, там может оказаться какая-то тряпка, что-то, может, ты просто там, не знаю, устанешь стоять, начнешь падать и сорвешься вниз. То есть когда ребенку начинают эти последствия говорить, у него уже в голове начинает формироваться страх. И он уже что делает? Он не будет хотеть туда лезть. Потому что у него не просто уже интерес, а интерес, что перекрывается страхом. А страх – это инстинкт. А вообще жить в страхе – это нормально? Это выбор человека. Это выбор человека. Да. Ну, я бы не хотел, допустим, чтобы мои дети находились в постоянном страхе. Перед чем? Будь то там аналоги, скажем так, твоего преступника в залоге, или будь то обычная банальная кошка, которая может поцарапать лицо. Ну, вот ребенок, наверное, и должен чувствовать себя защищенным. Защищенным прежде всего своими родителями. Потому что если даже он находится в какой-то непосредственности, вдали от них где-то, либо в детском саду, либо в школе, он выходит из школы, в любом случае ни один родитель не сможет всю жизнь с 1 по 11 класс уходить с работы, приходить ребенка со школы забирать, доводить до дома. Это нереально. И этого делать нельзя. Потому что это будет не самостоятельное существо в образе. Дети должны понимать последствия своих поступков. При том, что вот именно самостоятельность нужно учить прямо с самого маленького возраста. Вот я очень часто вижу такую картину, я живу рядом с Площадью Победы, и бывает так, что маленький ребенок двух лет, который только-только начинает активно ходить, он падает, и вся араба его родственников бегут к нему, начинает вытряхать ему ножки, что-то делать и так далее. И вот представьте, вот этот ребенок, которого постоянно опекают, не дает ему вот этой самостоятельности, кем он вырастет. Ну и самостоятельность тоже бывает довольно граничная. Разнообразная, да? Да, потому что если возьмем летний период, купательный сезон, во время профилактики, когда мы ходим по городскому пляжу, да, и проводим профилактические беседы, сразу видно двух-трех подростков, которые без родителей. Это, как правило, без вещей, без полотенца, просто разделись, быстренько купаются, и подходишь к таким деньгам, пытаясь развести с ними конструктивный диалог. Здравствуйте. Нет, здравствуйте. Они боятся. Люди в форме, все равно у любого ребенка это страх. Ну и ты пытаешься объяснить, родители знают, что здесь находятся? Ну что дети отвечают? Да, знаю. Я говорю, ну хорошо, если родители знают, а почему у вас нету полотенца? Любой родитель, отправляя ребенка, даже одного, допустим, тот же водъем, он у вас все равно даст с собой полотенца, там запасное белье. А тут ребенок один просто знает, да, точно знает. И тут же возникает грань, что на этом мои действия, можно сказать, ну заканчиваются. А действия в этом плане нам нужен подоем, поэтому мы с ним летом-то и работаем. Подоем он помогает. Подоем он уже может непосредственно взять ребенка, излечь его с этого водоема, увезти его, и уже выйти на родителей. Мы только можем ребенка выгодить за пределы водоема, потому что ему здесь не место. Этот ребенок бесконтрольный. А наблюдать за каждым ребенком, который находится на воде, и порой поражает самостоятельность. Бывает, что вот десятилетняя девочка своим там пяти-четырехлетним братом вдвоем на водоеме купается, она его купает туда-сюда, все, потом под ручку они уходят. И вот за ними вот такой вот глаз. Наши родители, да, люди старшего возраста говорят, ну в твоем возрасте ребенку там 13-14 лет, я уже была самостоятельная, жила отдельно там и так далее, и так далее, и так далее. Ну и есть такие примеры. Раньше общество другое было. Да, немножко вот вот мы говорим о самостоятельности. Раньше было все-таки немножко, сейчас вот как выразились гиперопека и прочее, ну как-то размывают все вот эти границы. Где самостоятельность, где присмотр, где вернее, где самостоятельность, а где ненадзорность, безнадзорность. То есть надо здесь градировать. И тут еще нужен, еще раз говорю, мы говорим о поле таком бытовом, да, а есть же ведь еще совместный выезд за границу, допустим, какую-либо мусульманскую страну, где людям категорически запрещено делать, допустим, какие-то вещи. Дети вот этого не понимают, они могут подставить родителей и так далее. То есть совершенно различные аспекты. Еще раз говорю, начинает холодильников, старого образца, который нашли на свалке. Не секрет, что в селах и так далее, и так далее, и так далее, и в свалке до сих пор хоть и ведется работа, туда может попасть кто угодно, найти не знаю, что там. Еще раз говорю, но и с другой стороны параноик, это превращаться тоже как бы не хочется, да, то есть во всем видит опасность. Здесь еще, наверное, это связано с тем, что вот мне почему-то сейчас вот как мысль такая пошла, да, что когда ребенку в семье неинтересно, он начинает отыскать интерес за пределами дома. То есть неинтересно это как? То есть на меня не обращают внимание мои родители, потому что они заняты, они постоянно на работе, да, либо там как я не обращусь, ну, не интересуется тем, как я хожу в школу, учусь. Вот недавно у меня была, например, на консультации девушка, которая очень сильно переживает, ей 16 лет, а мама не интересуется ее оценками, и она очень сильно переживает. Ну вот, пожалуйста, тоже как ситуация, то есть ее не слышат, не интересуются ее делами, и для нее это проблема. Кто-то бы сказал бы, ну, что здесь такого, радуйся, что тебя там не опекают, да, а для нее это проблема, то есть вот о чем мы говорим, да, то есть вот самостоятельность и бесконтрольность. Есть очень важный момент, то есть если мы ребенку даем интерес дома, то есть мы его вовлекаем в деятельность, и самое еще, знаете, интересно, не столько мы должны вовлекать их в деятельность, а давать им возможность образом они чувствуют себя уже такими взрослыми, они начинают понимать, что не только их учат, но они могут научить также в ответ, и они за счет этого становятся еще более самостоятельными, именно вот, как сказать, в таком, не люблю слово правильный, в эффективном контексте. А в этом период мы можем смотреть, к чего он хочет, каким стремлением он сам по себе идет, тот или иной ребенок, и можем уже смотреть, куда его несет, может где-то его подправить, где-то его видоизменить, его стремление, его направленность. Энергию направить в нужное русло. Да, посмотреть именно, куда тянется сам ребенок. Я с Ольгой немножко не согласен, потому что вот, говорите, есть интерес дометами и так далее, с другой стороны, бледное такое, неведащее кислорода существо тоже неохота получать, да? То есть я говорю, он должен гулять, гулять, кататься на велосипеде. Я не поняла, то есть бледное это что-то про что? Нет, вот я имею ввиду многоквартирные дома, вот вы говорите дома, раз это такое ограниченное пространство, дома... Дома я имею ввиду дом семья, то есть не дом вот, ну площадь, в которой я живу, а дом это семья, то есть это родители, там бабушки, дедушки, вот близкие друзья, которые постоянно... Да, должны жить жизнью ребенка, а не своей собственной и немножко там уделять время. То есть не всегда получается, что дети, родители такие, как бы скажем, ну как вы это говорите, что... Ну то есть знать ребенка, психологию ребенка, то есть в каждом возрасте ребенку разные отношения. Маленькие одно отношение, подрост другое, да? То есть еще вырастут, то есть родители же не грамотные в большинстве случаев, то есть они... Не психологи. Не знаю, да, они не психологи, образования нет, то есть где-то может их действительно подучить надо. Я вот скажем, если что-то не знаю, я книжку взял, ну по педагогике там, почитал, допустим, ну или что-то, ну и же, и литературы в принципе много, то есть по возрастам все есть. Это как раз ваша ответственность, то есть вы посчитали это нужным, вы открыли книжку и почитали. Очень интересно, то есть я хочу по себе пообщаться, я открою и почитаю, да. Да. А многие родители этого делать не будут просто. Не знаю. А на самом деле я еще, Ивана, спрошу подтверждение, Республиканский закон об ответственном родительстве, да? Да. Или он остался в стадии проекта? Он же принят? Он принят. Он принят, да, то есть есть Республиканский закон об ответственном родительстве, где вот все вот эти аспекты, да, то есть как и воспитание, да, и как гражданина воспитания, Все вот эти аспекты, они довольно четко прописаны, довольно четко. Я принимал активное участие в обсуждении проекта закона, поэтому знаю. И там очень большое значение еще раз уделялось общественным различного рода объединениям. Это могут быть в рамках одного муниципалитета объединения какое-то, союз отцов там, допустим. Это же в школе, родительский комитет. Да, родительский комитет тоже самое. Так что, по идее, было бы желание у самих родителей, было бы желание у самих родителей не впадать в паранойю, а по крайней мере предупрежден, информирован, значит вооружен. Значит, ты можешь противостоять различного рода негативным ситуациям, которые могут приключиться. Мы этого не исключаем, могут приключиться. Обыденность такой жизни. Вот стоит бочка, ребенок залез, утонул, как вы говорите. Палка с гвоздями лежит, наступил, поранил, пошло заражение кровью. Тоже может быть. Собака, милая, вроде бы на взгляд, покусала ребенка, опять же пошло и так далее. То есть, еще раз говорю, ни от чего застраховываться у нас не получится. Поэтому важно очень приучать детей и к самостоятельности, и к пониманию опасности самими детьми. И тогда они уж, я так думаю, что они такие же люди, как и мы, и могут сами избежать вот этих опасностей, в том числе и, скажем так, со стороны родителей. Увидимся.